Ребята, всем привет! Сегодня мы с вами отправимся в ресторан котика Бубу! Вот так дела! Не успели мы зайти в игру, как наш котик Бубу сразу же принялся считать деньги. Теперь он на кассовом аппарате может не только выдавать чеки, но еще и разменивать наличку. А давай-ка, дружище, мы разожжем огонь! О, и по-моему у нашего котика изменился голос, стал что-ли взрослее и грубее, или может мне просто показалось. Ну а мы отправились в зал за заказами, а заодно и рассчитаем парочку клиентов. Ой, и у Бубу чуть совсем не завяли овощи, нужно срочно их полить. Ребята, ну а кто рад видеть эту игру и кто соскучился за нашим рыженьким котиком Бубу, обязательно ставьте лайк. Ну а мы отправляемся выполнять заказ. Вау, посмотрите, теперь в меню у Бубу появились вафли и блины. И первый наш гость заказал вафли со сливками и ягодками. Ммм, выглядит просто аппетитно! Кстати, благодаря одной нашей подписчице мы узнали, что в этой игре появилось обновление. Так что если ты сейчас смотришь это видео, огромный тебе привет и большое спасибо! Ну а вам, мистер Дуду, приятного аппетита! Ну кого там еще рассчитать? А, вот у нас на террасе сидит милая парочка. Надеюсь, вам у нас понравилось. Приходите к нам еще. А, может быть, закажете еще десерт? И для более романтической обстановки мы зажгли им свечу. А вот за соседним столиком заказали стейк и мороженое. Что ж, не будем заставлять наших гостей долго ждать. Сразу же возьмемся за поджарку мяса на гриле. Ребята, мне показалось, или Бубу в самом деле икал? А может быть, это он просто замерз? Или есть еще такая примета. Если напал Айкота, значит тебя кто-нибудь вспоминает. Ну а сейчас давайте подумаем, с чем же подать этот кусочек мяса. Я думаю, что кетчуп и горчица могут пригодиться. Также может понадобиться душистый перец. Ну и, конечно же, не обойтись без овощей. Ребята, а с чем вы любите есть мясо? Так, первое блюдо у нас уже готово. Приступаем к приготовлению второго. И как вы уже знаете, в ресторанчике у нашего Бубу просто обалденные кексы и пирожные. И наш Бубу не просто повар и кулинар, а мастер-шеф. Он может приготовить любое блюдо за считанные секунды. Давайте еще украсим этот десерт клубничкой. По-моему, получилось красиво и аппетитно. Так, вижу-вижу, кто-то хочет еще рассчитаться. И у нас еще один новый заказ. Этот серенький зайчонок заказал картошку фри. Ну а кто хотя бы раз ел картошку фри, обязательно пишите циферку один. Кстати, а вы заметили, какой огромный выбор картошки? Хочешь соломкой, хочешь колечками. Можно дольками, а можно кружочками. В общем, на любой вкус и цвет. Я думаю, что сюда даже добавлять ничего не нужно. Посолили, поперчили и достаточно. Так, ну а теперь быстренько разнесем заказы. А то наверняка все наши гости проголодались. Желаем вам приятного аппетита. Кстати, пока в эту игру поиграешь, у самой появляется аппетит. Думаю, что у вас такое тоже случалось. Ммм, а мы ведь забыли нарисовать, какое сегодня у нас коронное блюдо. Давайте посмотрим, какое же главное блюдо дня. Ммм, на что это похоже? Я пока, если честно, не очень поняла. Ну а еще мы забыли полить цветы. В общем, дел в ресторанчике не в проворот. Еще один клиент пожелал цветочный чай. Вот я думаю, что есть две группы посетителей, которые предпочитают чай, а другая половина предпочитает кофе. А вам что больше до души, чай или кофе? Лично я люблю какао. Так, ну а нашему гостю давайте сделаем презент. Бесплатный круассан. Я думаю, что гостю будет приятно. Как, опять кто-то уходит? Ну ладно, деньги нужно забрать. Надеюсь, что про чаевые не забыли. Ну все, чистота и порядок. Можем возвращаться за стойку. Как, это еще не все? Еще один клиент решил расплатиться. А еще я решила сменить интерьер. Давайте освежим обои. И со всеми этими делами чуть не забыли про чай. О да, я бы тоже так визжала. Счастье, если б меня угостили бесплатным круассаном. Ну а сейчас мы будем готовить блинчики с шоколадом, сливками и клубничкой. Ребята, а что вы больше любите, вафли или блины? Лично мне нравится и то, и то. А еще я думаю, что дополнительно клубничка не помешает. Ну что, побежали отдавать заказ, пока не остыло. И к тому же это некрасиво, когда один уже ест, а второй только ожидает. А вот и наш дружище енот. Он все так же на своем привычном месте. Так, миссис Свинка, добрый день. Ваш заказ принят. Кстати, в нашем ресторанчике отличное предложение. Можно бесплатно полопать шарики. О, и у нас заполнился весь зал. К нам зашли еще желающие покушать. Ну а мы, конечно же, с радостью всех накормим. Фух, даже нету времени передохнуть. Сегодня в ресторанчике Бубу будет мега рекорд по выручке и заработку. Чем больше заказов, тем больше прибыль. Но к картошке фри, я думаю, нет смысла ничего добавлять. Она сама по себе готовая и вкусная блюда. Бубу-то подожди ты со своими деньгами. Мы еще не закончили готовить. Давайте побыстрее зажарим на гриле эту булдышку. Ну вот, опять наш Бубу раскряхтелся. А это он, скорее всего, от удовольствия. Ведь не каждый день на его кухне готовится столько блюд. Ну а готовить, по-моему, это у него любимое занятие. Ну а на этот раз к мясу мы подадим грибы и сладкий перчик. И можно добавить еще брокколи. Ну подожди ты чуть-чуть, у нас остался последний заказ. Кстати, ребята, кто знает, как правильно называется это блюдо? Мне кажется, что это похоже на шаурму. Но в любом случае мы уже справились и можем отдавать заказ клиенту. Теперь все, порадуем Бубу. И пойдем заберем расчет. И, кстати, я только сейчас обратила внимание, что наш Бубу вот-вот перейдет на новый уровень. Будет интересно узнать, какой же ему за это будет приз. Ведь с каждым повышением уровня его ожидает награда. И, между прочим говоря, все наши гости сыты и довольны. О, а такой заказ у нас сегодня, по-моему, уже был. Ну ладно, чего не сделаешь ради гостей. Ведь пожелание гостя для нас закон. Ну а ты, Бубу, не ворчи. Лучше займись уборкой. Ведь за сегодня ты еще ни разу не протирал стойку. Да и не мешало бы в печи зажечь огонь. Ну а мы сегодня еще не успели посмотреть, что же творится во второй половине нашего ресторанчика. Оба-на! Вот так неожиданность и сюрприз. В нашем ресторанчике открывается новый вип-зал. Вот это крутизна! Давайте же туда зайдем и посмотрим, что же там. Вау-вау-вау! Ресторанчик на берегу моря. И сколько здесь гостей! Да здесь даже есть шоколадный фонтан! Срочно принимаем заказы у вип-гостей. Круто! Как же здесь красиво! Здесь есть еще клубничное шампанское. И так много свечей! Сейчас попробуем одну из них зажечь. А может можно достать эту бутылку? Ну нет, ребята, почему-то она не достается. Ну да ладно, нужно приниматься за работу, ведь нехорошо заставлять ждать таких дорогих гостей. Ну а для лучшего удобства мы еще зажгли освещение. И кстати, сейчас мы будем готовить новые блюда. Апельсиновый торт в нашем ресторанчике новинка. Какие же здесь прикольные десерты! Так, отрезали кусочек, еще украсим парочка кусочков апельсина. Наверное, вкуснятина невероятная. А еще сверху можно добавить сливок. Итак, первый десерт готов. И мне не терпится поскорее приготовить еще что-нибудь новенькое и вкусненькое. А вот и еще один необычный радужный торт. Ну а вы, друзья, в комментариях обязательно напишите, какое блюдо вам понравилось больше всего. Может быть это какой-нибудь торт? Возможно блины или вафли. Ну а крем, по-моему, лучше, чтобы появлялся заранее. Перед основным украшением. Да подожди ты, Бубу, не торопи нас. Нас ожидают в гости. Вау, какие морепродукты. И один из гостей заказал мидии. Попробуем его покорить. Ведь у Бубу особый рецепт их приготовления. Сюда добавим еще побольше зелени. И, конечно же, посолим. И опля, блюдо готово. И у нас еще остался один невыполненный заказ. Это ягодный пирог. Ну а тот шоколадный торт с вишней вообще, я считаю, должен быть коронным блюдом. Хотя в ресторанчике Бубу все очень свежее, разнообразное и вкусное. От такой вкуснятины пальчики оближешь и язык проглотишь. Ну а мы для вип-гостя устроим небольшой сюрприз. Этот кусочек торта спрячем за кучей сливок. Ну а сверху это все украсим клубникой. Я думаю, что это блюдо заслуживает 100 баллов. Надо же, как красиво получилось. Ну все, отправляемся в вип-зал отдавать заказы. Желаем приятного аппетита, держите свой заказ. Наверное, это невероятно вкусно. Ну а мы идем за соседний столик. И вам хорошего настроения и приятного аппетита. А давайте мы еще попробуем зажечь гирлянду. Здорово, сработало. В общем, друзья, мне это обновление в игре очень понравилось. Надеюсь и вам. Если это так, напишите цифру 5. И пишите слово класс. Ну а Бубу нам подсказывает, что пора рассчитать гостей. Ого-го, ничего себе, сколько денег. Да, такой сервис и обслуживание, конечно же, дорого стоит. Посмотрите, здесь еда оказывается еще из-за бриллианты. И вот это да, наш Бубу перешел на 18 уровень. Интересно, что ему в подарок. Неужели это набор солянок? По-моему, круассан в тот раз был лучше. Ну да ладно, сейчас нам нужно обслужить обычный зал. А на этом я с вами буду прощаться. Надеюсь, вам было интересно. И игра вам понравилась. А я напомню, что с вами, как всегда, был канал Страна и Гирляндия. Кто еще не успел подписаться, обязательно подписывайтесь. И обязательно рекомендуйте друзьям. Ведь на нашем канале вы найдете самые новые и самые интересные игры. А на этом все. Всем пока и до новых встреч.